Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события минувшего торгового дня. Ну и, конечно же, говорить о том, как они отработали в тех торговых идеях с точки зрения того, что мы видели и что мы хотели увидеть по ключевым валютным парам. Я предлагаю сразу перейти к нефтянке. В принципе, ситуация не особо-то изменилась за последний день. Это свойственно для большинства финансовых активов, но это не значит, что мы не должны держать руку на пульсе. Это не значит, что мы не должны следить за тщательно всем новостным фоном, который складывается на площадках. 66,49, еще раз повторюсь, это те уровни по бренду, которые мы наблюдаем в моменте. Цель, друзья, остается прежней. Я абсолютно уверен, что мы сможем добраться до 70 долларов за баррель. Это как ближайший ценовой ориентир. На прошлой неделе покупатели были очень близки к этой планке, но не смогли обеспечить в достаточном ключе сохранение импульса до этого уровня. Но, как говорится, еще не вечер, тем более, что мы еще вчера обратили внимание на несколько важных катализаторов, триггеров, которые могут повлиять на рост нефтянки в будущем. Особая ставка – это, друзья, конечно же, данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в эту среду. Сегодня у нас репетиция, практически в переходе с торговой сессии на среду, репетиция от Американского института нефти. Учитывая высокую степень корреляции в последние недели между отчетами, повторяю, что если завтра на брифинге у нас будет возможность говорить о том, что запасы от Американского института нефти по их версии снизились, это фактически стопроцентная вероятность того, что и от администрации энергетической информации мы увидим похожие цифры. Напоминаю, что я уверен, причины снижения запасов станут и пока что будут оставаться последствия тропического шторма в Мексиканском заливе. На прошлой неделе он привел к снижению объема добычи на 1 миллион. И мы сделали вывод, что сейчас, когда угроза шторм уже миновала, его уровень снизился до тропической депрессии, фактически мы ждем, что на полное восстановление работы буровых потребуется какое-то время. Сотрудников нужно вернуть обратно на эти платформы, я думаю, что это около недели, поэтому к нормальной статистике без каких-либо форс-мажоров по снижению запасов мы с вами вернемся только неделю через две. А пока что давайте пользоваться поддержкой этой, если мы рассчитываем на снижение запасов, значит мы можем говорить о том, что котировки сохранят позитивный настрой и участники рынка попробуют попадаться за уровень 70 долларов за баррель. Также не забывайте, друзья, что мы не забываем еще и про ближневосточные риски, и про решение ОПЕК о продлении действий аналитического пакта. Я предлагаю сделку в связи с этим Байлимит с уровня 65,80. Пока что не нужно уходить в негатив, хотя он есть, данные по темпам экономического роста Китая, минимальные за последние 27 лет, но я думаю, что не совсем уместно сейчас пытаться на основании отдельных отчетов и каких-то гипотетических рисков попытаться заместить вот тот негативный фон, который способствует тому, точнее позитивный фон тому, чтобы мы отыгрывали именно длинные позиции на рынке черного золота. Доллар иена 107.96, впереди данные по ройничным продажам, очень важный отчет, друзья. По прогнозам статистика будет не самая хорошая, 0,2% с 0,5%, можно сказать, что это по сравнению с прошлыми релизами самый настоящий спад. Ройничные продажи – это индикатор активности потребителей. Без достаточной поддержки потребительской активности под ударом будут будущие показатели экономического роста. Как это повлияет на доллар? Да и с точки зрения только лишь того, что еще не слабый отчет повысит вероятность того, что ФРС будет действовать и на июльском заседании, то есть действовать в плане снижения процентных ставок. Об этом было сказано уже много всего. Если хотите освежить в памяти именно настрой по доллару, еще с отсылкой на последний комментарий Джерома Пауэлла, пересмотрите последние брифинги. Я пока что на этом фоне останавливаться уже более не хочу. Надеюсь, что заряженность американской валюты в перспективе смягчения экономической политики, она уже очевидно известна всем. Американский фондовый рынок, 3019 пунктов, я также хочу предложить сделку. Здесь селстоп с уровня 3010 пунктов, очень рискованная сделка. И она больше даже связана с откровенным желанием, вот с моей стороны, поймать потенциальную коррекцию, которая может пойти. Если неделю назад мы пытались найти на рынке те негативные факторы, которые могут привести к снижению американского фондового рынка, а сейчас делать этого особо-то не нужно, потому что на этой неделе стартовал сезон корпоративных отчетов за второй квартал. Поэтому в случае первыми отчитываются, как вы наверняка знаете, банки. Сегодня мы также ждем несколько важных отчетов. Я думаю, что если ожидания участников рынка по росту прибыли не оправдаются, то рынки очень быстро могут вернуться на землю. Ну и еще один индикатор распродаж, триггер потенциальный. Это данные по уроничным продажам, которые я уже связал с тем, что может произойти с долларом. То есть негатив по уроничным продажам, негативное ожидание по ВВП и возможно, возможность, скажем, простите за тавтологию, для продавцов вернуться на площадки. Золото 1414 долларов за тройскую унцию. В принципе, тоже идея прежняя. Давайте не будем останавливаться на этом активе. Евро против доллара 1.1258. Банк UBS вчера опубликовал прогноз, в соответствии с которым ожидает даже двойное снижение процентной ставки до конца этого года. И делает большую ставку на перезапуск программы количественного смягчения. Считает, что это уже фактически принятое решение. Я абсолютно согласен с тем, что QE в этом году не миновать, так же, как и снижение ставки. Ждем заседания, друзья, Европейского центрального банка на следующей неделе. Ну а пока снова обращаем внимание на статистику, потому что чем больше будет плохих отчетов сейчас до заседания ЕЦБ, тем больше будет уверенности в том, что Драги обозначит более, наверное, очевидную позицию того, что для Европейского центрального банка может быть сейчас уместно только лишь политика беспрецедентного стимулирования. Сегодня в 12.00 данные по ЗИУ, поскольку это индикатор, который оценивает бизнес-оптимизм. Напоминаю, что на фоне последних данных по промышленному производству нет шансов вообще увидеть сегодня хорошие цифры. Фунт против доллара 1.25.13. Пока что так же я сделку не даю, но сегодня важный день, потому что в 11.30 выйдут данные по рынку труда Англии, а в 15.00 состоится выступление председателя Банка Англии Карни. По рынку труда ждем слабый отчет, и я возлагаю большие надежды на выступление Карни, потому что хочу услышать от него, что Банк Англии будет действовать в том же ключе, что и прочие регуляторы по смягчению экономической политики. И если сегодня, друзья, эти комментарии будут сделаны, то завтра я предложу вам уже конкретную сделку. Австралиец против доллара 0.70.36. Предлагаю также выставить отложку сел-лимит с уровня 0.70.50. Протоколы, к сожалению, не внесли ясности в динамике австралийца, но убедили нас в том, что долгосрочно австралиец будет снижаться, потому что они подтвердили намерение Резервного банка Австралии дальше смягчать экономическую политику, снижать стоимость заимствований, потому что только это будет способствовать оздоровлению экономики в целом и стимулировать экономический рост. Индикатором для будущих действий Резервного банка Австралии остается рынок труда. Цель, вы помните, снизить безработицу с 5,2% до 4,5%, поэтому особое внимание к данным по рынку труда в четверг Австралии. Если уровень безработицы останется на прежнем значении, 5,2%, понятно, что в августе будем с вами ждать снижения процентной ставки, я думаю, что с вероятностью 80% или даже 90%. Сделку я обозначил, друзья, очень хорошие возможности для продаж. Австралийцы, пользуйтесь ими, потому что это очень прибыльная и привлекательная сделка на долгосрок. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.